Всем привет! Ну вот, сегодня выходной, у меня их сейчас мало Я решила выйти прогуляться по дороге домой Идти пешочком Погода, конечно, обалденная Наверное, градусов 18 сегодня Солнце, тепло, но ветерок Ветер же, наверное, помеха Заранее прошу извинения за мой голос Говорю я в нос, потому что я уже третий день болею Но ничего, как мне сказали Моя болячка это свежий воздух и морской воздух Значит, начнем мы с горы Митридат Потому что я в этом районе нахожусь сейчас Я уже на ней поднялась от мамы И по набережной мы пошлепаем с вами домой Мы здесь были, когда было прохладненько Ветер также был тут, сносящий с ног Ну, сейчас ветер остался Но тут уже красиво Солнце, море И синебирюзовое Такое насыщенное, насыщенное Потому что облаков мало, небо не серое И оно такое красивое И смотрю, барашки, может там штурма, может нет Ну, просто пройдемся, прогуляемся Идем смотреть Мы уже, так считай, на самой вершине Сверху геодезический порт Железная конструкция А спереди Остатки от нашего краеведческого музея Древнего, который Находился здесь Вот эти колонны Стояли вдоль здания Издали не смотрелись Как будто они подпирают потолок Самого музея Но когда подходишь ближе Ты понимаешь, что Это просто видимость Для красоты и солидности Они были вот такие короткие И до верха не доходили Во время войны Этот музей был разбомблен От него остались только эти колонны Одно напоминание Сейчас здесь сделали Смотровую площадку Мы с вами здесь не одни Вон, народ, приехал Но, видать, ветер сильный Не хочет даже с машины выходить На ветер Ну, я не знаю Ветер теплый Он дует теплом Просто аж Ноги нагреваются В темных штанах Так что не холодно Вообще тепло Идем Кстати, посмотрите Шикарнейший вид На нашу Феодосию Богом данное Можно выйти А тут на лавочках посидеть Воздухом подышать Быть на краю площадки Посмотреть На нашу Феодосию Птичьего поля И тут Просто Просто Можете 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 Аж Круто Смориться 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 Да Что будет Ну, посмотрите Вот такая Красота Здесь Не знаю Слышно Не слышно Но Меня задувает Ветер А нам Вот туда По всей Линии Береговой Мы будем Идти Почти до конца Набережной Домой с вами Сегодня гулять Ура Дорогие друзья Я Оттуда Смылась Там Такой Ветер Телефон Даже Трудно Двумя руками Удержать Просто Сносит Кепку Хоть Гвоздиком В голове Прикалывай Прибивай Так что На саму Вершину Туда Кеодезическому Пункту Я не поднималась Потому что Мы там Уже с вами Были Сейчас Просто Погуляем Посмотрим Что здесь В округе Не зря Здесь Этот район Очень любил И все время Здесь гулял Айвазовский И писал Картины В основном Находясь На этой вершине Пейзажи Моря Панорама Города Здесь Начиналось Его творчество Так что Идем Гулять По историческому Район Нашего Города Правда Ветерок Дает о себе Знать Так что Я Немножко Тиканула Говорю вам Честно Чтоб Меня не сдуло Наверх Не пошла Потому что Парашюта Нет Взлететь Будет Трудновато А два Кирпича В карман Совать Тоже неохота Чтобы Хоть Кубарем Не скатиться С горы Поэтому Идем Гулять Посмотрим Что дальше Будет Где-нибудь Интересного Люди Посмотрев На меня Тоже Решили Выйти Посниматься Но Их Сдувает Тоже Веселяться Потому что Ветер Ураганный Так что Отправляемся С вами Дальше Продолжаем Свой Путь Вдоль Горы Спрятались За склоном Метра Также Хочу Пройтись Дальше Это было Еще холодно Сейчас Тепло Пойдем Посмотрим Домики Уже Почти До самой вершины Обживается Обживается Наша Гора Город Нас расширяет Свои территории Конечно Красиво Здесь жить Выходишь Из дому А перед тобой Феодосия Как на ладони Просто Прекраснейший Вид Скоро Все Зацветет Травка Позеленеет Будет Тут Просто Обалденная Красота По таким Волочкам Мы с вами Пробираемся Вдоль горы Возончики Травку Посадили Все Облохораживается Выходишь На улицу Сейсмическая И попадаешь К памяти Протесатель В памяти Погибших Великой Отечественной войне Неизвестных Солдатах Мы с вами Почтим память Посетим этот Памятник И пойдем дальше Слышите Как ветер Шумит В елках В вершинах Просто Стоит шум Давайте Послушаем Стоит паблица Стоит Противен Противен Ветер Вот такой замечательный момент, памятник находится на вершине горы Митридар. Он прямо на самой вершине. Это вечная слава павшим героям в Великую Отечественную войну. Здесь покоятся в Непонусе семь десантников, которые погибли во время десанта. Да, семь советских воинов, погибших. В 1941 году начался десант 29 декабря 1941 года и закончилось освобождение этой горы и нашего города. Это войска наши, оттесняли немецкие войска из города до 4 января 1942 года. Так что вот такой памятник, да. Известны только три фамилии, я так понимаю. Новиков, Ковалев и Сущенко. Еще Сорокин. Определили, что здесь Сорокин. Яков Григорьевич Пахаловин из Краснодарского края. А три имени, так мы не будем знать, кто пал, освобождая наш город. Вот такая у нас замечательная история. Здесь люди приходят и чтут память не только на 9 мая, а круглый год. Вот все цветочки, венки. Отдают свою дань погибшим в Великой Отечественной. Мы с вами тоже отдаем им дань. Вечная память упавшим героям. Как я не хотела подниматься на самую вершину, но памятник находится на самой вершине. Прямо около Кеодезического пункта. Это самая высокая точка. Надеюсь, нас не унесет в Турцию от этого ветра. Я все-таки не знала. Море. 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 У нас здесь частые ветра, но ничего, он и так и находится на семи ветрах. Ну что, друзья, капюшон сдувает, меня сдувает, короче говоря, я даже капюшон не могу одеть, он носит, нас выдуло с вершины метридата. Ветерок дает на себе знать, против метра аж еле ползу, но я с вершины посмотрела, не знаю, смогу я найти или нет, правильно ли я увидела или нет. В прошлый раз я не нашла армянский фонтан, на который постоянно ходил. Утром в Айвазовске я на гору заходил, умывался там, пил водичку, он, говорят, до наших дней тоже сохранился, воды может там и нет, но сам фонтан должен быть. Поэтому отправляемся и попробуем его отыскать в этот раз. Обещать не обещаю, но я попробую. Ну что, вот там, смотрите, такое квадратное, прямоугольное, как бы в правильной форме здание. По фотографиям, вроде бы, это армянский фонтан. Ну, посмотрим. В прошлый раз я не нашла, в этот раз я тоже шла с Марсада. Думала, я мимо него не пройду, но я-то мимо него прошла. Я даже не знаю просто, как к нему попасть точно, но это я посмотрела с самой горы. Вот теперь идем. Я не знаю, почему мы к нему. Вот там фонтан и переулок. Вот эта улочка, по которой я сюда поднималась, там, вы видите на видео, узкая, узкая, узкая. И дома еще, смотрите, какие развалины, но люди там живут. Конечно, тут есть новые дома, как замки, а вот такие жуткие дома, которые надо людей выселять срочным образом. Там куда-то нормальное жилье. А есть вот такие новые, такие красочные домики. Вот идем смотреть, правильно я угадала или нет. Ну, скорее всего, он. Сейчас подойдем поближе и посмотрим. Все нормальные идут вот по таким дорогам. А нам горы нипочем. Мы идем по каким-то тропинкам, по каким-то буракам, оврагам. Но зато поскорее бегом туда, бежим. Бежать невозможно, потому что гора почти 90 градусов. Но я пытаюсь по ней сбежать, сползти, сбежать, громко сказано. Но уже радует, радует то, что уже весна, уже тепло. Тепло даже вечером. Идешь, даже ветер не помеха. Ну, снизу уже ветер, конечно, потише. Там, конечно, при сегодня такое враганище, что долго там не понаходишься. Побыли чуть-чуть с вами и бегом оттуда. Ну что, вот оно здание. Не знаю, угадала я или нет. Сейчас посмотрим. Подходим. Его вокруг. Будем смотреть. Вот такая, как керамика желтая. Может быть, и он. Не знаю. Ура! Мы его нашли. Это все, что от него осталось. Посмотрите, армянский фонтан. Я в этот раз его нашла. Ура! Я не знаю, как отойти подальше, чтобы вам видно было. Вот такой фонтан. Был еще одно время у нас в городе. Он был действующий. В нем была вода. Около него раскинулись деревья. Посмотрите, вот такая арка. Фрески на нем остались. Старые надписи. Ну, воды, конечно, уже нет. Он не рабочий, его не поддерживают. Вода ушла, я так думаю, глубже, ниже подводной воды. И родник ушел. Но посмотрите, просто офигенный фонтан. Мы его с вами нашли. Не зря я залезла на эту гору. Не зря я там летала без парашюта. Ходила с камнями в карманах, чтобы не сдуло. Все-таки мы нашли армянский фонтан. История нашего города, к которому ходил еще даже Айвазовский. Он начинал свой путь с него, умывался, пил холодной водички, поднимался на гору и наслаждался красотами, вдохновлялся пейзажами. Давайте подойдем поближе, посмотрим надписи с вами. Посмотрите, вот такие сверху арки. Три круга на них армянская вязь. Вот это вот рисунки. И надпись. Какие-то варвары, блин, даже выдолбили дырку. Вот за такой бы руки поотбивать, кто портит исторические памятники. Это, конечно, ужас. Но надпись в основном сохранилась. Армянский я не знаю, перевести я не могу. Ну, посмотрите. Все как добротно сделано. Она даже в войну не была разрушена. И он сохранился до наших времен. Оттуда выходила трубка, я так понимаю, сверху и снизу. И здесь была вода. Так что минимальный план мы сегодня уже выполнили. Дорогие друзья, посмотрите еще, как солнце светит. Светит высоко. А мы идем дальше. Хочу зайти, раз пошли по памятным местам города, спускаемся еще к одному памятному месту города, район Марсад. А на Марсаде находится могила Айвазовского, где похоронен сам Айвазовский. А Айвазовский, это он себе потом эту фамилию взял. Так он Гайвазовский был или Гайвазян. Так что зайдем сюда. А пока мы шли по улице Морской с вами, я на одном из домов увидела вот такую вывеску. Это на улице Морская. С надписью на видео вряд ли мы сможем рассмотреть. Я хотя бы попробую увеличить, подойти поближе. Но я вам сейчас прочитаю. Это памятка, наша история про семью Айвазовского. На месте нынешнего одноэтажного частного дома по улице Морская, 16, находился дом купца Третьей гильдии феодосийского базарного старосты Константина Григорьевича Гайвазовского. Эта фамилия и есть настоящая у Ивана Константиновича. Айвазовский это его псевдоним. И его супруги, раб семьи Гайвазовской, в семье которых с 17-го, в скобках 29-го, это, наверное, по старому времени или, что 17 июля 1817 года родился будущий великий художник, маринист, живописец главного морского штаба Морского министерства России с 1844 года, посчетный гражданин города Феодосии, действительный тайный советник, Айвазовский Иван Константинович. В 1838 году Иван Константинович Айвазовский оборудовал в одной из комнат отчего дома мастерскую. Этот дом часто посещал таврический губернатор, сенатор Александр Иванович Казначеев, проживавший с 1788 по 1880 год. Новороссийский генерал-губернатор граф Михаил Семенович Воронцов, генерал-лейтенант Николай Николаевич Раевский-младший, престарелой своей няне Ане Иван Константинович Айвазовский подарил дом своего отца, в котором родился сам. В этом доме до пожара, случившегося в 1912 году, на стенах комнат сохранились детские рисунки Ивана Айвазовского, сделанные самоварным углем. Эту вывеску повесили 1 мая 17 года. Музей свободных полетов имени Арцеулова, Феодосия, клуб любителей истории Феодосии. Нашу память, нашу историю помним, чтим и делаем памятные знаки. Сейчас потеплеет, надо будет, кстати, сходить на ТПО-банк, конденсатору Зибальда. Туда вроде бы проложили официальную экскурсоводную тропу, экскурсии будут ходить, водить. Мы с вами были, но это уже темнело. Я там в полумраке снимала, когда перед этим было. Там было еще все цвело, озеленело. Он, конденсатор Зибальда был весь окружен елками, какими-то деревьями. А сейчас там все вычищали, поставили памятные знаки, баннеры, заливают там еще какой-то постамент. Короче, начинают возрождать историю нашего города. Вот такой памятный знак повесили. На Митридате, где был музей, сделали смотровую площадку, панорамную. Сейчас отправимся еще в тот сквер Айвазовского, в богилу Айвазовского, где он захоронен. Так что отправляемся. Ну, как я и говорила, прогуляемся еще по одному из памятных мест нашего города. Это сквер Айвазовского. Я даже не знаю, сквер, не сквер. Вот такой вот палисадник Айвазовского, где находится его могила. Вот там она под елочками находится. Мы к ней подойдем. Здесь также церковь, я так понимаю, армянская. Не знаю, действующая, не действующая. Одновременно была действующая. Кота-феи спят. Спят, греются под деревьями, прячутся от ветра. Посмотрите, какие красавчик. Конечно, в таком умиротворении можно и отдыхать. Идемте, пройдемся по такому замечательному месту. Посмотрим. Вот такой вот памятник, фреска, монумент установлен с армянской вязью. Так же с надписями. Но здесь есть перевод к столетию геноцида армянского народа в Османской империи 1915 год. Вот такой памятный знак стоит на территории, где похоронен самый Вазовский. Я, если ты правильно помню, с ним похоронена его жена. Сейчас мы подойдем, все почитаем. Пока мы находимся около памятника. Одного котика мы уже прошли. Но в таком умиротворении не только один котик. Тут целая группа котиков. Они здесь пригрелись, их подкармливают. И они тут живут. Вот там я потала. Не знаю, видео получат или нет. Сейчас попробуем подойти, посмотреть. Казацкий можжевельник, который стелится по земле. Но тут, видать, ему не хватает чего-то, что он не может разрастись. На горах он просто покрывает все склоны. А вон и котофеи, посмотрите. В ямке, в бугорке. Они, не в бугорке, в ямке, в углублении, они прижались друг к другу, греют друг к другу и спят. А вот там, на бордюрах, им ложат сухой ком и подкармливают их. Активировались. Активировались. На них обратили внимание. Он подтягивается. Какая ляпочка. А за мной следует. Там начинает подсекать еще вот тот котеночек. Гляньте. Красавчик. Просто красавчик. Кс-кс-кс. Кс-кс-кс-кс-кс-кс. Посмотрите, какая ляпа. Тут им раздолье, полное раздолье. Скоро это все зацветет. И тут будет просто зеленый шатер. Тенек будет, прохлада. Даже в самый жаркий день можно прийти и наслаждаться теньком и прохладой. Ну что, продолжаем свой путь. Идем под елками. Они просто нависают своими лапами над нами. Посмотрите. А это желтые, как к ним шишечки. Оно светет. А цветет они постоянно, там раз в несколько лет. В этом году мы видим. Это будут образовываться новые шишечки. Вот и сам памятный знак, памятная могила, где похоронен Айвазовский, проживавший здесь с 1817 года по 1900. Да, здесь похоронен и Анна Никитична Айвазовская. Они похоронены рядом друг с другом. Он оставил место, ну она себе оставила место рядом со своим мужем, чтобы ее после смерти похоронили рядом со своим мужем. Она умерла в 44-м году, а Айвазовский похоронен в 1900 году. Профессор Иван Константинович Айвазовский. Он профессор, маринист, художник. У них была такая любовь, что она завещала, что ее надо будет похоронить после смерти рядом с ее любимым мужем. Вот такая замечательная семья, вот такая замечательная история нашего города. Так что мы с вами сегодня гуляем и наслаждаемся природой, видами, и так же вспоминаем и вспоминаем нашу историю. Вот такая замечательная пара жила с замечательной историей, с замечательной судьбой. Идем прогуляемся, что там дальше. Посмотрите, вот такой вот как куполовидный каменный шатер, дерево, сосна около него, видать, начало падать и стелиться, как скамейка, можно сесть будет, посидеть. И церковь армянская. Ну, сейчас она закрыта, не знаю, действует, не действует, но в том году она вроде действовала, даже службы там проходили. Сейчас подойдем поближе, посмотрим. Ну что, продолжаем путь. Подходим вот к такому куполу, каменному куполу. Он находится под тульками, под сосной. Уже вся цветет желтым-желтым. Старые стены, кладки еще остались, мощенка. Такая сосна завалилась, ее опилили и просто осталась как лавочка. И вот такой вот свод. Еще как часовенка здесь. Посмотрите, купол, видеть цветочка, розетки сверху. Остались части орнамента, рисунки. Посмотрите, какое замечательное место. Мы с вами сегодня еще одно нашли. Посмотрите, рисунки идут по всем откосам, сводам этого купола, часовенки. Я думаю, что это раньше была часовенка, и там висел колокол. Хотя, хотя это мои догадки. Ну, посмотрим, наверное, я права. Посмотрите, вот такие рисунки, рисунки, вот такой орнамент. Орнамент. Просто замечательно. Сохранилось до наших дней. Это не было разрушено, войну. Смотрю, частично оно, может, и восстанавливалось по бокам, но это все сохранилось. Узоры, орнамент, каждый штрих. Посмотрите, какая это кропотливая работа. И это со всех сторон. Это мы с двух сторон посмотрели. Смотрите, идем там, где сосна поваленная. И тут такая же картина. Все украшено, все сделано. в армянском стиле. Посмотрите, какая у них замечательная архитектура. И сам армянский храм. Это, я так смотрю, там табличка Сурбхач. Это, наверное, все в то время относилось к епархии, к армянской этой общине. Ихни церкви были тогда по всему южному берегу. Вот здесь мы с вами находимся. Давайте зайдем в саму часовень. Интересно, эхо там есть или нету. Но мы сейчас проверим. Давайте вот такие ступеньки. Мы по ним спустимся. Это еще того времени ступенечки. Опа! И мы внутри часовни. Посмотрите, розетка, она еще сохранилась, как цветок. Там висел, видать, колокол. И здесь во время спусты раздавался колокольный звон. Сохранились вот такие внутри рисунки, орнамент. Посмотрите, цветочки. вот такой посмотрите, замечательная архитектура. Ну что, эхо есть или нет? Давайте попробуем. Эхо-хей! Эхо нет, но голос звонкий. Так что звенит по стенам до самого купола. У-у-у! Прикольно. Вообще классное здание. Давайте зайдем подойдем к самому храму. Ну да. Мы, кстати, с вами и побывали на армянском фонтане, на Митридате. Вон он сам, кстати, армянский фонтан. До наших времен сохранилось только вот это два отверстия, откуда шла вода. А раньше там было три. Вот это вот такие родники, они сейчас действуют в самом армянском сурбхачьем монастыре. Мы с вами там были. А это к ним относилось к их неепархии. Вот такой у нас пиодусий наш армянский монастырь. Может, по выходным тут даже службы идут. посмотрите вот эти фрески, орнаменты до самого свода церкви идут, храма. Кресты вот эти григорианские все того времени. Посмотрите, какой замечательный храм и какая замечательная история. Посмотрите, какое умиротворение на кресте на самом верху сидит голубь. Птица мира. Также здесь вот такое углубление отверстия. Я даже не знаю, для чего это пожертвование туда кидать. Ну, там сейчас шишек накидали много-много. Даже внутри вот такие вот рисунки. С одной стороны розетка, цветочек, а с другой стороны, посмотрите, это надписи на армянском языке, армянская вязь. Посмотрите, если кто мог бы перевести это, я не могу. Сейчас мы с вами присядем и посмотрите надписи и рисунки даже на потолке вот этого углубления. здесь или огонь зажигали, памятный или что. Ну, вот такое замечательное есть место. Для чего оно предназначено, я еще не знаю. Кто знает, подскажите. Я не против всегда узнать чего-нибудь новенькое. это... Ну что, будем идти дальше, дорогие друзья. море. Ну что, как я и говорила, все, я забралась к морю. Спускаться было высоковато, море это стоило. Посмотрите, это наше черное синее море. Оно сегодня такое насыщенное, краски яркие. на море просто ряд шторма нету. Посмотрите, какая красота. Оточки плавают. Просто обалденная погода и обалденный день. море много не бывает, потому что оно же море. Тут стайка уточек плавает, а там вдалеке стайка чаек. Вон они. а тут вот путятки. продолжаем прогулку по набежной Пеодосии. Ого! Тут тоже этот памят 2550 лет, я думаю, с лета остался стоять. Скоро, очень-очень скоро будем купаться. Ура! Поскорей бы. Решила я подойти поближе к морю. Сейчас мы с вами находимся на первом городском пляже. Посмотрите, там тишина, просто гуляющий ряд. А тут даже какие-то волнышки зарождаются. То ли шторм усиливается, то ли место такое. Решила пройдись немного по пляжу. Люди также тут гуляют. Посмотрите, тут какие-то волнышки с барашками. Посмотрите, красотень! Это так начинает бушевать наш шторм в Пядашлиском заливе. Я не знаю, в прошлый раз я тут ходила, там заходик был. Попробую пройти по берегу и выйти через санаторий. Если меня никто, оттуда не намерет. Идем гулять. Там песок, а тут какая-то галька даже. Не понятно. А раньше тут только песочек был. Вымыло что ли, повымывало песок. Посмотрите, барашки, 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 барашки набегают. И мы с Эльги греется в лучах заходящего солнышка. С собаке нам пришли там гулять. Они шли навстречу мне и решили тоже подойти к морю. И мы с вами идем вдоль берега. Под шум волн под рук от моря начинающегося шторма. Скоро здесь будет толпа людей. И просто так уже не походишь. Приедут отдыхать и наслаждаться ласковым морем. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Посмотрите они тут такие длинные. сплошные волны, гляньте, мы идем во время начинающего шторма, я представляю, какой тут штормяра будет ночью, ляпота будет, волны уже до меня добегают, посмотрите, утка, 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 она вынырла, она в прошлый раз тут парила, я ее не успела спотать, она нырнула за рыбкой в воду, и сейчас она здесь, ну что, справлялись мы немножко по берегу горя, по песочку, по камушкам, посмотрели на начинающийся шторм, посмотрите, он действительно заходит, посмотрите, какие волны, барашки зарождаются, просто глаз не оторвать, ну, пора двигаться дальше, солнышко уже начинает садиться, вот такой здесь пляж, через территорию гостиницы мы с вами пройдем, я не знаю, как оно называется, соседние уже готовят, там бегят, красят, штукатурят, моют, это пока непонятное, такое пустое здание, наверное, его еще никто не выкупил, как вы видите, вот такие рисунки, и раньше делали паруси с емплинами, а везде, а везде уже цветут нарциссы, яценты, подснежники, посмотрите, какая ляпота, какие клумбы, просто шикарно, продолжаем нашу проволоку, гулять, так гулять, мы будем гулять сейчас на пляже Камешки, да, тут тоже волнушки уже находят, набегают, начинается шторм, посмотрите, эти белые барашки покрывают море, я не знаю, хотела пройти вот там, вот, по надберегам, по камням до Динамо, ну, с начинающим штормом, это под вопросом, будем посмотреть, а сейчас пойдем погуляем, хочу забраться все-таки на пирс, в прошлый раз я пыталась пробраться на пирс, меня смыло волной немножечко, ветром сдуло, думаю, нет, не погодь, не полезу я туда, а сейчас, пока относительная тишина и покой, я все-таки туда заберусь, прогуляюсь, а где ответ, это вот, если ныряла, сейчас я даже не знаю, как, вот я смотрю, туда будут, а там одни булыжники, потому что какой быть, надо ненормальный тут купаться, а я купалась, дети купаются, и мои дети здесь купались, посмотрите, хоть и волны начинаются, но дно видно, водоросли, камушки, просто обалденная красотища, просто шикарный, вид сейчас здесь, а на пирсе, как всегда, стражи, это наши чайки, потом, я бы из-за должны быть, Echo, осень, FEMA, она не получит, и, и, млады, не осень- isia, а день, тебе Spider, два, Смотрите, вот море волнуется, просто горябь такая, булька теня, закипела. Да, вон, еще какой-то зверек плавает, уточка какая-то, или кто, сейчас подойдем, а утка с этими, с ушками, с какими-то этими бровями. Вам, наверное, не видно же, а? Привет! Хочу заловить ее, а не получается. Вот, посмотрите, она испугалась, конечно, и уплывает, но у нее, и там дальше еще, это парочка, как брови такие. И, где перезаканчивается, два самых главных лаваря остались, стражи, большие-большие курицы, то есть чайки. Ну, слетел один, один еще ждет. Ну, все, потревожила я его. Посмотрите, где мы с вами находимся. Да, там сейчас я не проберусь, так что пойду в обход. Когда не будет шторма, мы с вами там пройдем по тому, по тем камням, и проберемся на второй городской. Я даже не помню, говорят, он даже дед родник. Ну, сейчас, наверное, все просыхало. Посмотрите, мы находимся прямо в море, в море. Море на пирсе. На пирсе в море. Море кипит. Мы дошли до окончания пирса, на самый край. Вот такой шикарный вид открывается нам. Просто супер, супер, супер. А вон два стража переместились на берег. Думают, нифига. Близко не подпустим. Вот такой вид у нас. Смотрите, я этого зверя, плавающего, все-таки решила заснять. Он подплыл поближе здесь, к берегу, который с ушками, утка с ушками какая-то. Я не знаю, что это за ребенок такой. Но такой прикольный. Он качается прямо на волнах. Посмотрите, посмотрите, посмотрите. Это же класс. Я его все-таки сфотала. У него просто шевелюра на голове. С ушки вон развиваются. Вон они, вон они. Ну, поюкался он на волнах. Ну что, дорогие друзья, на этой ноте, на краю пирса, на самом краю пирса, я решила с вами попрощаться. Наше путешествие сегодняшнее закончилось. Так что, милости прошу на свой канал. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем рада. Посмотрите, где мы с вами сегодня находимся. Сейчас мы находимся на краю пирса. Были на метридате, на самой вершине. Были в районе порта, на набережной. Так что мы с гор, с почти самой вершины, с одной из наивысших точек нашего города. Мы спустились к морю. Прошли по всей набережной. Застали начинающийся шторм, который, скорее всего, ночью будет. И на этой ноте, на краю пирса, я с вами прощаюсь. Пока!